Что-то я думаю, что я буду все видео только стоять вот так вот и закатывать рукава свои. Всем привет, мои хорошие! Вы на канале Уирины Дрим. Я очень рада вас видеть здесь. Если кто впервые, то приятно познакомиться. Не забывай подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну а сегодня долгожданный холл. У меня тут просто уже огромнейшая вешалка стоит возле меня. И она вся забита вещами. Я уже в предвкушении показываю вам их. И это вещи будут все с китайских сайтов. Все ссылки будут в комментариях в описании. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Наверное, на протяжении двух недель я не могла все никак. Собрать все вещи эти в кучу и встать вот так вот и показать вам все на камеру. Это просто мой фаворит. Это пальто мишки. Я его так называю. И оно безумно мягкое. Когда я бываю в нем, если вдруг человек случайно меня касается или обнимает меня, он сразу говорит, что какое же у тебя мягкое пальто. Потому что оно действительно будто бы шерсть чья-то такая пушистая. Знаете, ну прям вообще. Я не знаю, как даже передать его мягкость. Я думаю, что только вот мягкий плед может с ним сравниться. Ну и, конечно же, оно очень стильное. Вы только гляньте вот эти две пуговицы. Мне безумно нравится, что нет больше пуговиц на нем, потому что это бы его испортило. Ну и его сочетать можно просто с огромным количеством вещей. И начиная со стиля 90-е, заканчивая просто супер какими-нибудь няшными покупками, няшными розовыми кофточками. Это сейчас я вам показываю с сайта Shein. И вот вторая покупка моя. Это такая шубка зеленого цвета. У меня уже одна есть. Она бежевая. И как-то вот не сложилось у меня с ней все. Я никак не могу не подобрать ни образов, ничего. Вообще не хочется ее носить. Не знаю почему, хотя мне казалось, что я буду из нее не вылазить. Но вот это, это совершенно другое дело. Мне безумно нравится носить эту зеленую шкурку с черной толстовкой, с огромным капюшоном. Сейчас это в тренде. И я прям не отказываюсь от этого стиля. И мне нравится так сочетать эту шубку. Следующая футболка тоже с сайта Shein. И выглядит она просто бомбезно. Серьезно. Вот эта футболка настолько элегантная. И может сказать гламурная. Прямо веет. Видите, как гламур. Вот туфелька здесь. И видите, вот этот вот, как бы его так назвать. Хочется сказать, вот этот пушок. Но это не пушок. Это как бахрома. Это правильно, да, называется? Ну, мне безумно сразу полюбилась эта футболка, как только я увидела ее на сайте Shein. Кстати, ткань Кэбэйра заказывала я размер М. Насчет размеров, забыла вам сказать. Шубка и пальто тоже я заказывала в размере L. Потому что лучше с китайских сайтов особенность верхнюю одежду заказывать в размере L. Но если вы не совсем миниатюрная, но хотя бы на размер больше обязательно заказывайте. То есть, если у меня M, я заказываю себе размер L. Чтобы вещь была хоть немножко свободная и хоть что-то можно было надеть под низ. И также следующая вещь тоже с сайта Shein. Даже вот эти брюки тоже, которые висят под низом. Итак, вот такая классная косуха. Она у меня вообще в размере XL. Она идет во вкладке большие размеры. Если кто не знал, то на Shein есть большие размеры. И вы сможете заказать себе реально что-то большое, если таковой размер. Нужен. И действительно, эта курточка велика мне, но совсем немножко. И знаете, я в этом никак не сожалею, не расстроена, что заказала, не побоялась. Потому что она хорошо на мне абсолютно сидит. И вы даже, наверное, увидите и скажете, что это вообще твой размер, Ира, какая ты большая. Но нет, просто китайские размеры всегда маломерят. Я вот сейчас даже наденусь заметно только по рукавам, что она у меня немного большая. Но если я закатаю вот так, как я обычно ношу все косухи, вот так с закатанными рукавами, то никто ничего не заметит. Поэтому, если вам нравится, то не бойтесь заказывать и экспериментировать. Если даже, например, как бы я увидела эту куртку с огромной скидкой. Ну а чтобы, ребята, экономить на всех своих вещах при заказе в интернете, на Алиэкспресс или на других магазинах, пользуйтесь обязательно кэшбэк-сервисами. И так вы будете экономить на всех своих покупках еще больше. Я вам рекомендую кэшбэк-сервис Литишоу. С пользойю Симсома уже очень давно. И уже я сэкономила, ну не то, что даже несколько тысяч. Наверное, тысяч в десять я точно уже сэкономила. И еще вот такую вешалку вещей себе прикупила. Все потому, что я заказываю очень много с интернет-магазинов. Это не только китайские сайты, но также я заказываю и технику, телефоны, свет, камеру. Все заказываю через интернет-магазины и пользуюсь кэшбэк-сервисами. И вам я того же советую. Чтобы не забывать активировать кэшбэк перед покупкой, обязательно устанавливайте расширение для браузера, которое вы можете скачать по ссылке, которую я оставлю под этим видео. Расширение для браузера также поможет вам отследить динамику цен, что очень удобно. Ведь так приятно знать, что покупаешь по лучшей цене, а не попался на уловку хитрых продавцов. А также в нем есть рейтинг продавца на Алиэкспресс. Летишоп всегда дает больше своим пользователям. И масштабная распродажа на день рождения Алиэкспресс не исключение. Всего 4 дня с 28 по 31 марта скидки будут достигать до 50%. Вы получите дополнительную экономию в виде кэшбэка до 5%, а также розыгрыш 100 крутых призов. Я уже вот выбрала несколько новеньких товаров, добавила свой список желаний и жду старта распродажи, чего и вам советую. Ведь в этот день будет покупать огромное количество людей, а количество товаров не безгранично. Поэтому нажимайте, регистрируйтесь и больше не забывайте экономить на всех своих покупочках. И кстати, ребята, если будете делать покупки на Алиэкспресс, обязательно дожитесь дня рождения. Ведь Алиэкспресс исполняется 8 лет и в связи с этим на Летишопс есть дополнительные акции. Все можете прочитать внизу, тоже перейдя по ссылочке. Ну а следующие штанички, возможно, кто-то уже вспомнит. Вот эти полосатенькие штаны. Я заказала их во второй раз, надеясь на то, что шин будет немножко отличаться своим качеством от сайта Румвин. Но, как оказалось, у них вещи абсолютно схожи, одинаковые, я бы так даже сказала. И шьются походу на одинаково на одном и том же заводе. Ну в общем, штанишки меня в прошлый раз огорчили эти, потому что они сделаны со странной ткани. Но, так как я заказала себе в прошлый раз размер М, а бедра у меня не на размер М, ну по крайней мере не на китайский размер М. Поэтому я заказала себе точно такие же L, в надежде на то, что они будут лучше и по качеству, и по размеру. По качеству я опять промахнулась, вернее сайдшин промахнулся, а вот уже по размеру мне L'ечка хорошо подошла. Если вас интересуют мои бедра, то они у меня 94-95 примерно. И хоть они мне понравились, они выглядят стильно, но крой у них не самый лучший. Я думаю, это видно по фотографии, по видео. И если вы хотите именно качество, то я не советую их брать. Ну и второй вариант, это то, что если вы прям худенькая, у вас размер S и бедра где-то 90, то вы спокойно сможете их взять, потому что они будут красиво на вас немножко так свисать, лежать. Ну, не будет, в общем, все вот так в обтяге, как-то вот где-то сминаться в ненужных веснах. И последняя у меня покупочка с сайта Шейн. Ну, вот это тоже, кстати, по фишкам могу показать, потому что она там висит для дополнения другим образом. Это следующая, это пижамка. И она полностью розовая, супер мягкая. И вы скажете, вроде как весна наступает, но почему ты покупаешь такие теплые вещи, да? Ну, ребята, если посмотреть за окно, то они очень похожи на весну, да, в особенности в Москве, в Питере. Если в Краснодаре у нас еще как-то средняя такая температура, то есть то 0, то 20 градусов. Ну, как это называется, если можно назвать это средней температурой, то окей. Но так у нас климат сумасшедший. То минус, то плюс. Кто живет в Краснодаре, тот все это знает. И, ребята, вот я показываю вам штаны с очень такой плотной резинкой. Поэтому, если кто не любит, чтобы у вас вот здесь стильная резинка сжимала с живот, то берите обязательно размер побольше, и вы не пожалеете. Вот я взяла себе размер, сейчас скажу, какой я взяла себе, почему-то написано размер XL. Но на самом деле я вот здесь сейчас напишу, какой я брала. Я помню, что это была М-ка. Ну, не знаю, у них, видимо, все по-другому здесь на одежде пишется. У меня уже была подобная пижамка, но я совсем не пожалела, что заказала эту. Я мягче ничего не трогала. Уже я носила эту пижамку один раз и была просто в восторге в ней спать. Спать в ней очень уютно, классно, если вы спите в каком-то, знаете, не очень удобном месте. Будь то это будет поезд, будь то это будет машина. Просто у меня такие ситуации как бы жизненные. Даже немножко будет, если разговоров, я думаю, вы не сильно огорчитесь. Если кому-то неинтересно, лучше просто промотайте. Дело в том, что каждый день, чтобы доехать до университета, я выезжаю очень рано утром. То есть я выезжаю в 5 утра, чтобы не было пробок в городе. Я доезжаю до университета за 20 минут и там сплю в машине. И делаю я это вот в этой пижаме. Мне, слава богу, осталось всего полтора года учиться. Я очень надеюсь на то, что пробки не увеличатся и мне не надо будет выезжать еще раньше. Пальтишко я уже это показывала. С сайта Шейн безумно меня радует. Вы уже видите его в облете. И оно без всяких повязок, застежек. Летнее, ой, летнее, говорю, весеннее. Прям поистине весеннее. То есть если сейчас погода 10-15 градусов за окном, то я с радостью его надеваю и бегу просто по всем своим делам. Оно длинное, элегантное и супер минималистичное. Подходит просто к огромному количеству образов. Следующая вещь у меня от сайта Алиэкспресс. И как жаль, что на улице темнеет. И я просто боюсь, что я не успею закончить. Честно говоря, выглядела на магазине она лучше, чем в жизни. Но, в принципе, она необычная. Меня иногда прям супер тянет на необычные какие-то вещи. Что я сама в этом поражаюсь, когда они ко мне приходят. Я думаю, блин, а куда я это буду носить? В принципе, я думаю, что кому-то из вас понравится эта куртка. Она коротенькая, но поп немного прикрывает. И вот здесь есть такой классный мех. Он повторяется также сзади и на рукавах. Она теплая. И вот в сейчас еще погоду ее носить прям идеально. Давно мечтала о белой куртке. Ну, а также я не смогла обойти мимо бархатную кофточку. Не знаю, давно себе хотела что-то бархатное. Это я сразу понимаю, что многие скажут, господи, что это? Но нет. Если вы правильно будете сочетать эту бархатную кофточку, то вы скажете, что этот образ даже очень элегантный. Мне нравится, как эта кофточка смотрится с брюками классическими. Также мне очень нравится с высокой черной юбкой. Получается такой строгий и интересный образ. Видите, эта кофта, она как бы дополняет сама себя. И ничего к себе дополнительного не требует, можно так сказать. И еще у меня осталось два пуховика, тоже бархатных. Вы знаете, как сильно я люблю бархатную. Кто давно меня смотрит, тот точно знает. И вот это черная куртка. Черная куртка сильно особо ничем не выделяется. То есть она просто полностью бархатная. И здесь есть большие такие вот пуговицы. Также внутри есть замок, который вы можете застегивать. Застегивать внизу есть тоже резинка. И мне очень нравится то, что она очень прям теплая. То есть она мягкая. И вам будет в ней безумно уютно. В особенности, если вы надеваете вот этот капюшон. Говоря о летящей юбке, поэкспериментировать я тоже себе взяла вот такую прозрачную летящую юбку. Какая она прозрачная, вы видите сейчас по огонькам, которые горят у меня сзади. И здесь есть вот такая резинка, очень плотная. На ней написано лав-лав-лав таким цветочным принтом. Мне кажется, что эксперимент у меня получится удачный с этой юбкой. Хотя я вот сейчас, вот сейчас, пока вообще не знаю с чем я ее надену. И как я ее вообще буду комбинировать. Но я надеюсь, что я что-нибудь придумаю. И последняя вещь, мне кажется, что я ненормальная. Но я заказала кроме этой куртки еще и вот это пальто. Но оно реально классное, согласитесь. Оно очень, очень длинное. То есть оно мне прям вот, ну ниже колена. Ну, оно молодежное. Если вы надеваете какую-нибудь юбку такую летящую, короткую, надеваете какую-нибудь толстовку. И вот этот классный пуховик, бархатный, еще и вот с такими крутыми, как-то называется, веревочками, да. То, ну, я вам обещаю, вы будете самым стильным. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я, кстати, из тех типов людей, которые могут в плюс 15 надеть вот такой огромный пуховик. Но под низом у них будет вот такая футболка там и юбка. И мне будет действительно комфортно в этом всем. Единственный минус это то, что как раз таки, почему я считаю этот пуховик более таким имиджевым, чем супер согревающим там каким-то. Потому что у него только пуговицы. То есть здесь нет молнии. И при любом вот таком легком открытии вы открываете буквально сразу все пуговицы. Потому что они отлетают очень быстро. Ну, конечно, дело каждого. Но думаю, что молнию пришить это небольшая такая будет проблема. И спокойно вы сможете это сделать на этом пуховике. И очень надеюсь на то, что я вдохновила вас, возможно, на новые какие-то покупки. Вы нашли какие-то новые красивые вещи. И вас вообще, в принципе, просто порадовало это видео. И вы отдохнули вместе со мной. Мне очень приятно то, что вы меня смотрите, поддерживаете в комментариях. И надеюсь, что это видео вы тоже поддержите пальцем вверх и подпиской на мой канал. Так-так-так. Кстати, в прошлом видео нашли три пончика. Вот эти три человека. Я передаю вам приветы. И шлю просто супер поцелуи от Ирины Дрим. Ну и, конечно, в этом видео тоже есть три пончика. Поэтому находите их. Пишите время их появления в комментариях. И тогда вы, возможно, попадете в следующее видео. Я вас всех очень сильно люблю. Целую, обнимаю. И просто дорожу каждому из вас. Поэтому увидимся с вами уже очень скоро. Буквально послезавтра или до послезавтра. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok